Девушки отдыхают Однорукий бам Мама манерам не учила тебя? Джимми Логана увольняют с работы И теперь ему срочно нужно придумать план Как срубить побольше денег и начать новую жизнь Вместе со своим братом Клайдом и сестрой Мелли Он строит грандиозные планы По поводу предстоящего кубка Кока-Колы 600 Легендарной ежегодной гонки Носкар Проходящей на треке Шарлот Мотор Спидвай В Северной Каролине Логана готовит хитрую схему ограбления Которую они намереваются провернуть Прямо на автостраде Возможно, они не самые лучшие воры в стране Зато их подельником становится Джо Бэнг Опытный эксперт по взломам Без помощи которого им никогда не проникнуть В хорошо защищенное банковское хранилище Но прежде чем провернуть свою аферу Героям придется попотеть Над другой задачей Вытащить Бэнга из тюрьмы Добро пожаловать на Кока-Кола 600 Сколько метров до хранилища? 20 Ну, может, 30 20 или же все 30 Это же наука точная Мегафон Инструмент интернетом от Мегафона Несколько лет назад Оскароносный режиссер Стивен Фодерберг Грозился, что оставит кинематограф Однако ему так понравился сценарий «Удачи Логаном», что он решил, что повременит с уходом на ТВ Сам режиссер определяет картину как антигламурную версию «Одиннадцати друзей Оушена» Это криминальная комедия о провинциальных рабочих парнях и девушках которые решают ограбить мотостадион в штате Северная Каролина Ченнинг Татум и Адам Драйвер сыграли братьев Логан возглавляющие предприятия Дэниел Крейг изобразил взломщика сейфов Также в фильме снялись Райли Кио, Кэти Холмс, Кэтрин Уотерстон Сэд Макфарлейн, Себастьян Стэн Брайан Глисон и Хилари Суанг Фильм уже удостоился высоких оценок западных критиков Только сценарий к этому фильму заставил меня вернуться на большой экран Как вы знаете, я давно сознательно объявил о своем уходе из этого самого кино Я занялся телевидением делал ретродраму «Больница Никербокер» и был абсолютно счастлив найдя свою отдушину в телесериале Если бы мне однажды не попался сценарий к проекту «Удачи Логана» то вряд ли бы я вернулся к съемкам полнометражного кино Мне это все давным-давно уже надоело Кстати, я давно понял для себя что в жизни и в работе нужно всегда обращать внимание на те или иные знаки, сигналы которые тебе поступают ведь это может быть началом чего-то нового На самом деле, когда я прочитал сценарий «Удачи Логана» то сразу же принялся искать для него режиссера-постановщика Промучился пару недель и понял что сам хочу снять это кино «Зачем беспокоить других людей своими предложениями» Оставив за плечами три десятилетия в полном метре Стивен Содерберг четыре года назад сразил весь Голливуд сообщением о решении уйти из большого кинематографа Режиссер с успехом переключился на телевидение получив две премии Эйми за телевизионный фильм «За канделябрами» еще дважды был номинирован на Эйми за популярный телесериал «Больницы Никербокер» Фильм «Удачи Логана» знаменует возвращение режиссера в полнометражный кинематограф событие, которое, по его словам было обусловлено сразу двумя предпосылками и технической, и творческой Сам Содерберг объясняет свое решение тем фактом, что развитие цифровых технологий достигло той стадии, когда небольшая компания может выпустить фильм в широкий кинопрокат не привлекая к этому крупные студии Первое, что сделал режиссер перед началом съемок «Удачи Логана» это встретился с независимыми голливудскими прокатчиками и получил от них согласие на последующую дистрибьюцию ленты сценарий которой ему передала супруга Джулс Эснер, получив его в свою очередь от своей подруги Ребекки Блант сценаристки-дебютантки сценарий фильма «Удачи Логана» был написан в 2014 году в конце лета 2016 года мы приступили к съемкам те, кто посмотрит наш фильм возможно увидят некую политическую составляющую в нем мы работали над картиной еще в эпоху до Трамповской Америки и сложно сказать, каким бы сценарий оказался сейчас на самом деле, таким героям, как Джимми Логан вообще все равно, кто президент США ему и его брату никто бы не помог никогда и нигде и Логаны прекрасно о таком состоянии дел осведомлены они будто забыты и никому не нужная часть американцев поэтому никому и особо до них дела нет когда они нарушают закон или пытаются замутить ограбление века несколько поколений семьи Логанов пребывали в таком положении им не на кого положиться и рассчитывать, кроме как на себя что толкало и толкает Логанов на отчаянные поступки Ничего лишнего им знать не надо Все, я завязал с криминалом МТС Каждый отволбашки просто Все под контроль Это уже интересно Клевый фингал Мне нужно все на Джимми Логан Я тут загадюсь Не подглядывать Я кому сказал Вы, Логан, и впрямь-таки одноклеточные Как про вас говорят А что вы так говорят? Над сценарием фильма «Удачи Логана» работала дебютантка Ребекка Блант Как и главный герой истории, она выросла в Западной Вирджинии Некоторое время она училась в Калифорнийском университете в Лос-Аншелесе а затем переехала в Нью-Йорк, чтобы оттачивать свои навыки сценариста Главным героем своего сценария Блант сделала антагониста из рабочего класса Эту роль она писала со своего хорошего друга Ченнинга Татума Сценаристка признается, что описывая Джимми Логана, она представляла Ченнинга Потому что ей кажется, это вполне могла бы быть его история Если бы жизнь кинозвезды пошла иначе Ченнинг Татум вырос в маленьком южном городке Он получил футбольную стипендию, которая позволила ему играть за Флориду К несчастью, он серьезно травмировал колено в самом начале сезона И устроился работать в стрип-клуб Об этой части его биографии Стивен Содерберг уже снял нашумевшую ленту Супер Майк Когда сценарий был написан под рабочим названием «Ограбление по-деревенски» Ребекка Блант показала его Ченнингу Татуму и его другу, продюсеру Риду Карлину Те согласились мгновенно на свою участие в проекте Всех нас заразил страстью коронизировать сценарий и Ребекки Блант Стивен Содерберг Потому что мы реально спроецировали всю эту историю как некое возможное продолжение Супер Майка Если бы герой Ченнинга Татума не уехал бы из Тампы Он бросил стрип-клуб, начал вести жизнь обычной роботеке И вот к чему бы это рано или поздно могло привести Мы все сидели, обсуждали сценарий и сразу было понятно, что мы беремся за этот проект и снимаем кино Но главным двигателем нашего дружеского локомотива стал Стивен Содерберг Все осуществилось исключительно благодаря ему Стивен Содерберг гениальный режиссер Мы с ним знакомы очень давно и я его воспринимаю как своего кинопапу, если так можно выразиться Мы познакомились лет 8 назад, когда он предложил мне, молодому и начинающему актеру, небольшую эпизодическую роль Что-то типа официанта номер 3 в своем фильме «Нокаут» Для меня это было как подарок судьбы, потому что я наблюдал за тем, как работает большой мастер кино С тех пор мы сблизились, подружились и я уже снялся в пяти фильмах Стивена Содерберга Надеюсь, он не будет зарывать свой талант на телевидении и будет время от времени возвращаться в мир большого кино Ну а я всегда тут как тут для него Работать со Стивеном Содербергом очень экономически выгодно Может, я употребляю такое скучное и неподходящее слово, но оно ярко иллюстрирует подход режиссера к своей работе Стивен Содерберг не любит терять деньги и время У него все четко спланировано и расписано, и все делается строго по графику Он же на площадке не просто режиссер, он же еще и оператор собственных фильмов, а потом он их и сам монтирует Так что на съемках все происходит очень быстро, оперативно, никто времени даром не теряет И Стивену не надо никому ничего объяснять, ведь он сам знает, что хочет, как хочет, снять и как это потом будет выглядеть на монтаже К тому же Стивен отлично работает с актерами, он всегда все четко объяснит, подскажет, как лучше этого добиться А ты уже просто в положенное время выходишь из своего трейлера, отыгрываешь по команде Содерберга пару дублей и возвращаешься в свой трейлер назад доедать лазанью Дэниел Крейг охотно ухватился за редкие шансы продемонстрировать свои навыки комика, которые требовались для роли Джо Бабаха Этот персонаж позволил актеру полностью раствориться в роли, даже не сильно напрягаясь, поскольку это все же история героев Чейнга Паттума и Адама Трайдера Крейг известен всему миру ролями Джеймса Бонда в четырех блокбастерах франшизы об агенте 007 Недавно он появился на внебродвейской театральной сцене в постановке Отелло Однако за всю богатую карьеру ему ни разу не доводилось играть преступника из Апалачи Как только Дэниелу Крейгу предложили эту роль, актер сразу же начал работать на док-центре Джо Бабах был очень качественно прописан в сценарии, поэтому большую часть работы Крейга за него проделали сценаристы Актеру осталось лишь немного поработать над речью Без какого бы то ни было указания Стивена Содерберга Дэниел Крейг сам начал визуальную подготовку к съемкам И для начала радикально изменил цвет волос, стал блондином Меня постоянно спрашивают, почему я пригласил на эту роль именно Дэниела Крейга Актер стал настоящим откровением для многих, кто увидел его в новом амплуа А я просто подумал, что он идеальный кандидат, потому что он невероятно смешной Об этом качестве, правда, мало кто знает Мы с Дэниелом на протяжении нескольких лет так или иначе пересекались Так что я решил отправить ему сценарий по электронной почте со словами Мне кажется, у меня есть кое-что интересное для тебя Уже на следующее утро в своей почте я обнаружил ответное письмо со словами Это круто У меня было впечатление, что Дэниелу понравится прочитанное Поскольку Джо Бабах, пожалуй, самый запоминающийся персонаж в фильме У него масса комичных реплик и пантомим в третьей части картины И при этом на него не возлагалось никакой ответственности за исполнение главной роли Джеймс Бонд показал себя с другой стороны И она оказалась суперудачной Фильмы про ограбление, в которые главными героями становятся представители рабочего класса Не так часто доходят до больших экранов В этом плане удача Логана станет приятным исключением из правил Особенно с учетом того, что комедийный боевик снят в уникальном стиле Стивена Содерберга Режиссер надеется, что зрителю понравится удача Логана Это идеальный развлекательный фильм Хотя внутрь красивой коробочки авторы заложили и очень важные темы В картине много подтекста Во всяком случае достаточно, чтобы затронуть каждого, кто решится потратить два часа на ее просмотр Нередко Голливуд выпускает картину, которая похожа на шаль из тончайшего шелка Она очень красива, но воспоминания о ней сдувает ветер, как только вы покидаете кинотеатр Содерберг уверен, что они в достаточной степени утяжелили удачу Логана И фильм останется в памяти зрителей достаточно долго Кроме того, постановщик с нетерпением ждет, какие результаты покажет его новая модель дистрибьюции Без использования мощности крупных голливудских студий Хоть фильм «Удачи Логана» и наследует лучшие из франшизы Стивена Содерберга про друзей Оушена Это еще и настоящий эксперимент по кинопрокату Сумеют ли независимые дистрибьюторы получить с проката его картины такие же доходы Как когда-то голливудские мейджоры озолотились на суперхитах от мистера Содерберга Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!